Меня зовут Карина Игоревна Гончарова, я акушер-гинеколог Владивостокской клинической больницы номер 4, Дальзаводская больница. Хламидиоз, хламидии это вообще инфекция, которая передается женщинам половым путем. Как правило, женщина с гинекологом откровенно, она признает, что я не смогу мужа, к примеру, заставить сходить к доктору, я не смогу заставить его сдать анализы. Назначается лечение сразу обаим партнерам. Ну и важность женщины проконтролировать, чтобы действительно лечились оба партнера. Нет, как раз таки, почему мы всегда переживаем за женщину и в плане, казалось бы, такой несложной патологии, И поскольку как раз таки хламидиоз влияет на женщину, опасен, поскольку во время беременности, особенно в первом триместре, это могут быть очень грозные последствия, грозные риски прерывания беременности, замершая беременность, выкидыш. Во время беременности, точнее, во время даже родов инфекция передается плоду. Беременная женщина, которую принимают на учет женской консультации, она обязана пройти ПЦР-тест на инфекции, передающиеся полным путем. Это мы конкретно говорим про хламидию, хотя не только ей все ограничено. Сейчас, с этого года, с 2024 года, даже помимо диспансеризации взрослого населения общей, сейчас введена диспансеризация репродуктивного здоровья, как мужского населения, так и женского населения. И как раз таки в диспансеризацию репродуктивного здоровья включен, ну вот с 2024 года включен ПЦР-тест на инфекции, передающиеся полным путем. Поэтому, в принципе, доступно населению. Раз в год ты можешь... Здесь речь именно о репродуктивном здоровье, то есть смысл подготовки женщины к репродуктивному плану. То есть заложено именно на здоровье репродуктивное, как мужское, так и женское. Даже если она не собирается в этом году, к примеру, репродуктивный план свой освоить, все равно раз в год ей положено... Все равно мы должны знать о том, что эта женщина в данный год, да, она репродуктивно здорова. Одна из тех проблем репродуктивного здоровья, которые вызывают впоследствии бесплодия, как раз таки хламидийная инфекция. По поводу лабораторий, честно, на практике никогда не было подозрений высоких к лабораториям. Нет, в принципе, качества лабораторий нашего города, ну, про частные, да, мы сейчас говорим, ну, и государственные. Все-таки высокое выявление, высокая надежность этого метода. Если говорить глобально, то, наверное, нельзя отрицать, что не может быть ошибок. Но если говорить все-таки течение у хламидии достаточно такое латентное, бывает такое. Я женщинам советую чаще всего либо прямо перед менструацией сдать анализ, либо после менструации, потому что менструация – это физиологическое обострение и выход патогенной флоры. То есть мы ожидаем, что в этот момент мы найдем, увидим. Вылечить хламидию, да, реально. Это та нозология, так называемая, то заболевание, которое лечится, спокойно лечится, доступно лечится. Единственное, здесь всегда момент, что лечиться должны оба партнера. Мы доверяем нашим женщинам, мы доверяем пациенткам. Но, как правило, потом при разговоре возникает, что партнер не лечился. То есть смысл тогда от нашей помощи и смысл от нашего лечения, если дальше между ними этот патоген остается.